хотел пару слов про ковид записать ну пока из головы не вылетела здесь люди кто работает на ну не на госпредприятиях а вот стэнфорд например там предлагают сдать тесты вот такие наборы одноразовые дает ты сам как бы берешь сам привозишь и они потом ну как это проверяют и если то ли да то ли нет они пишут к вид подтвержденный к вид пока ты не сдашь еще раз тест а второй раз тест сдаешь и если отрицательно все 30 но все это время ты считаешься зараженным хотя ты ну нифига просто тест так сработал ну потому что там тоже какой погрешность имеет вот и получается статистика большая и люди дают выходные ну можешь не работать можешь не ходить но тем не менее нет настоящего к вида я вспоминаю что в россии было начну с зада значит я прихожу с детьми прихожу с детьми получать справку у меня дети два няшки там по 10 лет справка чтобы школу пойти что мы выздоровели вроде как по переболели к видам и мне врачи такие говорят валентин ты не прав я смысле ну ты вот в соцсетях написал что твоя жена то переболела к видам смысле а чуть не не к видам дело в том что жена переболела у нее понимание было 75 процентов поражения легких она задыхалась ее положили в больницу вот на момент когда ее клали у него было 75 процентов поражения легких под кислородом причем очень так страшно было на три дня без сознания там было выкарабкивалась так с трудом и там был такой день один когда у них кислород кончился она уже как бы она уже более-менее могла дышать но не долго там несколько минут она могла без кислорода их положили в палату где кислород был один двоих то есть они эту трубочку по очереди дышали она дышала потом это там две бабы в этой палате и и так они не могли ну подышать а тут он вообще кончился просто кончился кислород представляете ну ладно вышла выжила слава богу и мне врачи говорят у тебя жены не ковид я смысле а что это вирусная пневмония я ферс не приводить не ковид нет нет это не ковид значит они не под каким предлогом не не скажу что это ковид дело в том что жена заразилась от знакомых которые тоже но переболели она прилетела сюда дети переболели я переболел у детей подтвержденный ковид а в жены нет и это не все значит я писал об этом в соцсетях получается они читают соцсети и я приезжал отмечаться к мусорам но мне там надо было два раза в месяц отмечаться и он мне говорит ну кто отмечает мусор вот идите от начальнику полиции от начальника полиции начать захожу на прием он там тебе нужно это же прийти на прием короче дает мне такой талмуд ну несколько бумажек таких вот подписывай я смысле но мы тебя информируем что ну там госдума приняла какой-то новый закон о том что ну как фейки нельзя про ковид распространять то есть то что я пишу что у меня жена переболела они говорят это фейк ну и за это могут судить тебя то есть мне ну и ты предупрежден я говорю пошли в жопу то есть я не обязан расписывать общение не расписываю кто сидел тот знает что расписываться нигде нельзя вот не нанимайте понятых там милицию с собака вызывайте какого угодно то есть я расписываю ну ладно приходит ко мне два следователя звонок дверь значит открываю дверь два чувака ну гражданки такие ну видно что мусора у них они даже в гражданке но у них видно все время ботиночки такие кожаные ну мусоров видно они в рубашка в ботиночках у них такая стандартная форма что мусорская и они говорят вы верстся эти фейки я не не хитрис в стороне некие фейки у нас вот материалы дела мы вот рассматриваем доследственная проверка там рассматриваем вариант возбуждения короче мы вас предупреждаем вы должны там прийти на допрос там дорогие друзья покажите в среднем не показал еще раз удостоверение 1 сален действительно мусора там следователи какие-то игры я пьеру 51 статью то есть я отказываюсь давать показания против себя и своих родственников они говорят это будет еще хуже там я хуже как бы давайте повестку то есть ну все в должным образом чтобы был входящий а я уж подумаю прийти там не прийти но они как бы мы тебя предупредили да я испугался слегка я в соцсетях удалил но на своих страницах вот эту статью про ковид но правда от этого не перестала быть правдой то есть как вот как борется америка с к видом и как борется россия с к видом то есть человек ну путин до который вертухай который он ничего не может построить кроме концлагеря и демократическая страна где здесь тоже есть qr-коды но они qr-коды знаете какие они применяются только в клубах ночных клубах но молодежь такая вот эта вся золотая потому что ты когда заходишь не то что тебя его там без него не пустят а просто если кто-то рядом с тобой заболел какой-то человек те потом приходит смс к но ты же там прошел показал qr-код и зарегистрировался и получается тебе потом придет смс к что в тот день когда ты был в клубе такого-то числа рядом с тобой был человек который тоже заболел и посмотрите свои симптомы там проверьте то есть там сдайте ну на всякий случай потому что мы вас предупреждаем что рядом с вами был человек заболевший то есть ну проверьтесь то есть это как рекомендация да и его сравните концлагерь да и мне говорят ты обсираешь россию обсираешь россиян каких россиян кого обсираю как можно сравнивать горстку негодяев которые там наверху сидят которых вот людей над людьми издеваются и просто людей люди-то при чем здесь почему как когда я людей так обсирал хоть раз и ты говорит их там родину не люблю я родину не люблю я вот только фактов оперирую то есть я вот рассказываю сейчас вот просто вспомнил про это да они такие курьезные случаи раньше я не мог об этом говорить ну пока там россии жил а здесь ну здесь я могу рассказать и вот у меня всплывает в памяти да все эти вот эти муж сказки мусорские эти прокладоны они реально возбуждают дело понимаете реально то есть они у них есть статья они тебя могут посадить причем я как рецидивист то есть получается я уже они меня уже судили за несуществующий репост да и если второй раз они меня пришьют то есть рецидивист и уже человека можно посадить за то что ты рассказываешь как у тебя жена заболела к видом и как она еле выжила до что кислород отключили что она и у нее еще когда поступала на в больницу нам дали бумагу там сделали этот не рентген а флюорографию и там эти стекольного вида как они там объяснили легкие но видно что поражение но они поэтому стали сразу поставили к вид и первый анализ который были к вид но когда выписывали и выписали и сказали потом придете она гордайте мне говорит выписку что у меня выписали но мне больней что там надо закрыть да а они потом потом и как был без меня их слушать зачем то как ты ушла говорю без бумаги как ты ушла без маги она потом снова приходил я и а я уже приходила находить там не могла очень слабая была вот мне не дались мы с ней приходили и в итоге нам так и не дали не не дали выписку там и пикриз дает истории болезни что она работает что она болел к видам не болела ну как они ни да не нет они просто не дали они просто не дали просто спрятались испугались я не знаю чего ну вот вот я не знаю как у остальных вот обстояло дело с этим с к видом но у меня вот такая фигня то есть нельзя об этом рассказывать нельзя об этом говорить и от этого ситуации это не изменится то есть люди не что от этого ну короче ладно все я уже по второму кругу пошел ладно еще чуть-чуть вспомнишь очень расскажу из такого курьезного